Почему мы решили поговорить на эту тему? У него не очень хорошие софт-скиллы, нам нужен человек команду с очень сильными софт-скиллами, мне это больше всего нравится, очень хороший вопрос. Его софт-скиллы в порядке, а у этого не очень, надо поработать. Вот эти фразы, они очень емкие, очень хорошие и которые ничего не значат абсолютно. Они никак не помогают, после них не стается понятно, что же нужно делать конкретно, как развивать софт-скиллы, что такое софт-скиллы, что такое не в порядке, а как в порядке, как это померить. Вот это все не помогает. И после того, как мы такие фразы часто-часто получали у нас в компании, мы решили, что надо с этим делом навести порядок, потому что оно как-то не помогает никак. Ну и собственно, из чего мы как бы задались, да, и вопрос свой, это что же такое софт-скиллы? И как вы думаете, что такое софт-скиллы? Хороший вариант. Еще какие варианты? Хороший вариант. Еще. Тоже хорошо. Еще. Все качества? Подход к другим людям. Тоже хорошо. Ну, смотрите, на самом деле, я тоже много чего почитал, книжек много почитал по этому поводу статей, видео послушал, с людьми умными пообщался. Фишка состоит в том, что что мне больше всего не нравится в том, что есть на русском языке какая пресса, то, что они многие термины просто не переводят. Когда ты читаешь англоязычную книжку, там все понятно, софт-скиллы и софт-скиллы, и, собственно, это никак не помогает, ты определение понимаешь. А какой найти русский кюргалент такой, чтобы он был емкий, как бы, да, вот, ну, не получается. Даже в Википедии они переводят софт-скиллы как мягкие навыки, то есть, ну, очень емкие, фраза очень понятная всем, как бы, теперь, если бы не перевели, я бы не знаю даже, как бы я понял, что это такое, а так, конечно, легче стало. Вот, и один раз, как бы, мне попался автор, я вот, к сожалению, не могу вспомнить его фамилию, но он, собственно, привел очень хороший термин, который мне очень понравился. Он, собственно, переводит это как неспециальные навыки, то есть, есть специальные навыки и неспециальные. И вот в чем хитрость, почему этот термин хороший? Потому что для разной специализации набор специальных навыков свой, если мы говорим про communication skill, да, то для каких-то, ну, допустим, для BA, да, это является специальный навык communication, а для каких-то неспециальный, ну, допустим, для Java developer это не является специальным навыком. Поэтому вот это определение мне нравится больше, то есть, хард-скиллы, это, собственно, специальные навыки, а софт-скиллы не специальные. Тут такие картинки, как бы я подобрал, видите, специальные навыки, они как бы как шаблонизированные, то есть, чтобы мы не читали какую-то литературу по специальным навыкам, особенно по техническим. О чем эта литература? Она о том, как взять из квадратиков каких-то и сделать какой-то домик, ну, условно, какой-то проект слепить. И все хорошо до тех пор, пока у вас эти квадратики есть, до тех пор, пока мисс требования четко понятны, до тех пор, пока мисс этих квадратиков хватает и достаточно для того, чтобы удовлетворить этим требованиям. Начинаются проблемы тогда, когда либо квадратики не подходят, либо их недостаточно, либо что сделать непонятно. И вот тут, собственно, как бы софт-скиллы как раз нам и помогают часто. И часто, даже не имея каких-то специальных навыков, при помощи софт-скиллов можно все равно достигнуть цели. То есть, не имея всех квадратиков, да, используя какие-то вещи, которые эти квадратики, ну, существующие, как-то соединяют. Итак, я решил начать с примера для того, чтобы продемонстрировать все, что я сказал. И вот этот пример, который сейчас я расскажу, мне рассказал мой тесть. Он служил на флоте, хотя я, на самом деле, родом не из Одессы, и он тоже, как бы, но он служил во время, еще в советские времена, жил во флоте. И вот он мне привел такую интересную историю, что когда он только поступил, как бы, в армию, ну, вместе с ним, там, пришли другие ребята, тоже молодые, и один паренек был наиболее таким, вот, знаете, вот, энергичным, наиболее активным. Про таких любят говорить, что у них хорошие софт-скиллы, да, вот он пришел с такими хорошими софт-скиллами. Ну, его энергия немножко утомила всех в армии, особенно, там, прапорщиков и прочих, и они решили его чем-то занять. То есть, видно, что энергия пропадает, надо чем-то занять полезным. Ему выдали лобзик, такой маленький, и вот такой якорь. Да, и сказали, пери якорь. И у него были хорошие технические, специальные навыки, он их применил все, и через полчаса понял, что задача не решается. То есть, вот, ну, в лоб задачу не решить. Но, повторюсь, парень был энергичный, софт-скиллами у него было, ну, как бы, сказали бы, что все хорошо, как бы, да, и мало того, он только с гражданки пришел. Из него еще в кармане лежало 10 рублей. Как бы, были последние 10 рублей, он мог их потратить на что угодно, но он решил, как бы, воспользоваться возможностью и, собственно, решить эту задачу очень быстро. Благо, рядышком были строители, и кто-то автогеном что-то там пилил. Но он решил, как бы, что 10 рублей решит проблему, попросил, как бы, ребят помочь, 10 рублей, как бы, ему помогли, и через 5 минут было два якоря. Левая половинка и правая, как бы, да. Ну, прапорщик проходит и видит эту картину, как бы, он очень сильно удивился. Да, как бы, ну, он не ожидал, что парень сможет справиться с поставленной задачей. Но этот пример хорошо демонстрирует, что без софт-скиллов такую задачу не решишь, да, с одной стороны. С другой стороны, одного софт-скилла, вот, как правило, мало. Если у тебя один софт-скилл очень сильно выпирает, это может быть немножко не всегда полезно, да. То есть ты задачу решишь, но надо было опросить стейхолдеров всех. Потому что одному стейхолдеру он удовлетворил, я не знаю, поговорил ли он с капитаном. То есть насколько капитан будет доволен таким решением, как бы, я не уверен. То есть пойдем дальше, как бы, да, и поговорим о том, как бы, как вы считаете, вот можно ли вообще быть успешными без универсальных навыков? Если ты технические, очень, 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 очень высокие, то да. Так, а еще варианты, хороший вариант еще? Как работникам, да. Как что? Как работникам, но опять же, с ними заходить. Исполнитель может, да, руководитель нет. Да, исполнитель может быть успешным без софт-скиллов. Окей, хорошо. Еще какие-то варианты? На аутсорсе можно без софт-скиллов быть, да? Так, еще варианты хорошие, да? Нельзя. Да. Еще, еще. Может быть, это план, который, который всякий будет в госпитале. Может, да, хороший вариант. Еще, еще. Нельзя. Ну, смотрите, на самом деле все еще проще. Как всегда, сейчас немножко проговорим, что же такое специальные навыки, да. Специальные навыки, это, ну, что такое? Это, ну, некоторые вещи просто невозможно выполнить без специальных навыков. Например, починить машину, да, или собрать автомобиль, или запрести за автомобиль. То есть, как можно там без специальных навыков вот это все вот как бы починить? То есть, нельзя чинить атомный реактор без специальных навыков. Софт-скиллы, они здесь, наверное, ну, будут вам помогать как-то, да, но есть вероятность, что вы что-то сделаете не так всегда, да? То есть, какие-то задачи требуют специальных навыков. Соматолога, наверное, ну, с хорошими софт-скиллами, как бы, ну, никто к себе не подпустит, да. Я уже не говорю про нейрохирурга. То есть, тоже софт-скиллы им очень нужны. И я люблю хирургов, которые улыбаются и говорят, все будет хорошо. Но больше я люблю хирургов, которые умеют такие делать то, за что им платят, как бы, да, и пускай он даже не улыбается. Ладно, я ему это прощу, как бы. Ну, такие хирурги тоже, как бы, нужны. Ну, что, чего не дают, как бы, софт-скиллы, как бы, да, точнее, не софт-скиллы, а специальные навыки, они не дают, как бы, ну, если мы почитаем любую книжку, а может, даже 10, да, по любой технологии, там, по любым фреймворкам, там, я не знаю, там, ну, по любой технологии. То есть, любые технические знания, они о том, как выполнять задачу в понятных условиях. Когда у вас на руках есть все квадратики, как бы, да, и как ее выполнять. Но они не дают информации о том, как вести себя, если, вот, вы выучили чего-нибудь, да, например, там, а завтра ситуация поменялась. Ну, я не знаю, это что угодно вы могли выучить, да, вы изучили, там, обстановку на территории, да, от самого войска противника переместились в другую сторону. То есть, любые разведданные, которые вы получили, как бы, да, вот, они устаревают сразу же после их получения. Любое изучение новой технологии устаревает сразу же после ее изучения. То есть, на самом деле, технологии, может быть, это не сильно, как бы, видно, да, но если вы изучаете легаси продукта большого какого-то, который вы разрабатываете, то это правда. Вы изучили, как работает продукт сегодня, завтра 150 успешных программистов над ним поработали, и все, что вы о нем изучили изнутри, уже оно не такое. Как бы, и вам каждый раз нужно, опять, перед тем, как вы делаете новые решения, там, исходить из того, что, собственно, та информация о продукте, которая у вас есть, она, как бы, недостаточная, она не полна. Как быть, если у вас вся информация есть, вы огромный классный эксперт, но область видимости недостаточная? То есть, вы не видите просто, что будет дальше. У вас нет планов, вы не видите, как развивать ситуацию. Как быть, если система настолько сложная, что невозможно быть неэкспертом полностью, во всей? Есть много книг, да, по всей, можно ли все из них выучить, знать все технологии, как бы, на лучшем уровне? Как быть, если вы, на самом деле, даже не знаете, с чего начать? То есть, вы не понимаете проблему, которую вы решаете. То есть, насколько она большая, насколько она сложная, как к ней подступиться? Как быть, если та проблема, которая на вас упала, ее в одиночку просто даже не сдвинуть? То есть, она понятная, она хорошая, но самому ее не сдвинуть. Знаете, как клиенты приходят к нам обычно, да? Клиенты к нам приходят, говорят, мне нужна такая фича. Сколько за этой фичей работы стоит, как бы, ну, они же не понимают, если бы не понимали, они бы сами это сделали, да? Они приходят, дали вам задачу, нужно делать. Как быть, когда у всех людей, которые там вас окружают, там, проектили еще в чем-то, совершенно разное представление там об этом мире. То есть, вы с каждым человеком должны на разном языке разговаривать. С финансистом на языке финансов, там, с QA на языке качества, с PM на языке ограничений, с PM на языке требований и так далее. Как быть, когда разные люди по-разному совершенно видят все это, противоположное, как бы, знание. Я уже не говорю про то, как быть, если в проекте есть противоречия, да? То есть, вот, финансисты хотят сделать, ну, проект, там, будь им прибыльным, да, а продуктованер хочет сделать его самым лучшим. То есть, самый лучший и прибыльный, как бы, это не всегда одно и то же. Вот, и, собственно, я задавал вопрос, как бы, о том, что могут ли, можно ли быть успешным в IT, например, или где угодно, без универсальных навыков. И вот для того, чтобы ответить на это вопрос, надо ответить на другие вопросы, да? Ну, первый вопрос, а что такое успешный? То есть, как мы узнаем, что мы успешны? Вот сейчас, вот у тебя успешный, а тут нет, как бы, или где? Где вот эта грань? Да. Нет претензий к тебе, ты не чувствуешь себя нормально. А я себя чувствую нормально, у меня ко мне претензий нет. Да, да. То есть, да. Кто эти люди, которые оценивают мой успех? Кто, как бы, сколько их? Один, два, три, как бы, ну, как мне узнать, то есть, чье мнение о моем успехе, оно правильное, а чье неправильное? Что-что? Ну, вот, на самом деле, если отвечать на вопрос, как бы, ну, хороший комментарий, что желание других компаний приманить к себе, это тоже признак успеха, фишка состоит в том, что критерия успешности, их больше, чем один, и каждый их для себя имеет свои. В зависимости от того, какие цели мы для себя ставим, и софт-скиллы нам нужны или не нужны. Если наша цель посетить всю жизнь телевизора, нам и специальные навыки не сильно подойдут. Ну, зачем они нам? Ну, как бы, не нужно никаких специальных, ну, включать телевизор, кнопку, можно как-то там научиться. Если мы хотим быть успешными в проекте, то, как бы, переманивание нас в другую компанию тоже не сильно нам поможет быть успешным в другом проекте, опять же. Если наша, как бы, задача заделиверить фичу для клиента, как бы, не всегда нужно выучить технологию досконально для этого, для того, чтобы заделиверировать фичу. А для того, чтобы выучить, как бы, фичу какую-то технологию, не всегда нужно заделиверить что-то для клиента. То есть, каждый раз, когда мы находимся в какой-то точке нашей жизни, да, мы находимся в проекте или, не знаю, где-то еще, мы должны задать себе вопрос, а что мы хотим сделать, да, для чего мы, где мы находимся и куда мы идем? И кто оценивает наш успех? Если мы сами для себя оцениваем успех, и нашего мнения для нас достаточно, ну окей, как бы сформируйте для себя критерии успеха и с ним следуйте. Если это не так, а в большинстве случаев, к сожалению, в нашей жизни для наш успех влияет огромное количество факторов, и оценивает наш успех тоже очень много людей, и другие компании, если вы говорите о других компаниях, хотят нас переманить не только за то, что мы выучили досконально учебник 1, учебник 2, учебник 3, а за то, что мы умеем делать команду хэппи и клиента хэппи. И даже если мы не знаем наизусть 5 учебников каких-то, но при этом делаем хэппи команду и клиента, то мы ценный вклад вносим и в компанию, и все хотят с нами работать. А если мы знаем 5 учебников, и с нами общаться не очень приятно, и толку от нас большого нет, то как бы и ценность наша очень маленькая. То есть знания сами по себе, они ценны только в том случае, если они помогают достигать каких-то целей. Если цель успешно пройти собеседование, значит мы достигли этой цели, вот они критерии успеха. Если цель заделиверить фичу, значит вот они критерии успеха, и мы успешно выполняем эту цель. Если цель сделать клиента и команду хэппи, это не всегда связано с деливери фичи, это не всегда связано со знанием технологии, это может быть какие-то другие вещи. Но мы должны понимать, кого конкретно мы хотим сделать хэппи, кто влияет на наш успех, на чей успех влияем мы, и чье мнение в конце концов будет важно для того, чтобы определить, насколько мы в этом успешны или неуспешны. Вот это нужно очень-очень сильно хорошо понимать, иначе все остальное вообще бесполезно. То есть можно учить что угодно, можно разбираться в чем угодно. Если это понимать по-другому, это не поможет. И когда мы в DataArt задались вопросом софт-скиллов, у нас была рабочая группа, которая изучила весь мировой опыт, который до этого был. Ну, я немножко тоже не сказал, сейчас дам маленькую ремарку. Про софт-скиллы еще интересный факт, что сто лет назад про софт-скиллы никто не слышал. Вот не было такой вообще, не знаю, термина даже такого не было. И, по-моему, в 1901 году вышел знаменитый гарвардский репорт, которого вы не найдете в интернете. Вы в интернете найдете только упоминание о нем, но говорят, опять же, в разных статьях есть упоминание, что этот отчет лежит в библиотеке, а в электронном виде его, к сожалению, нет. Но на него ссылаются практически все. Вот гарвард решил провести исследование и подумать, как бы, да, а что делает людей вообще успешными? Вот мы про успех уже поговорили, да, что делает людей успешными? И вот, собственно, после этого репорта, точнее, этого ресерча, они обнаружили, что только 15% в копилочку успеха добавляет специальные навыки. Ну, учитывая то, что это был 1901 год, да, там не про программистов говорили, да, они говорили про другие специальности, но они изучили, как бы, работу в любой специальности и обнаружили, что независимо от того, вы там пожарник, там, милиционер, там, инженер, там, или кто бы вы там ни был, да, только 15% вашего успеха зависит от специальных навыков. И дальше они задались вопросом, ну, остальное что? Вот эти 15% понятно, а остальное что же приносит, как бы, успех? И они обнаружили, что остальное, как бы, вот эти 15, 75%, 85%, как бы, это вот они называли их неспециальные навыки, да? То есть, ну, это очевидно, да? То есть, если 15% специальные навыки, все остальное, значит, неспециальные навыки. И вот они обозвали их софт-скилами, как бы, и этот отчет вызвал огромный фурор, собственно, в мире, но так как вот этим все и ограничилось в этом репорте, начала дальше у людей играть фантазия, и они начали, как бы, там, каждый, кому не лень, там, ну, придумывать разные, как бы, названия этих софт-скиллов, как бы, и появилось огромное количество публикаций. А так как люди, ну, по-разному все мыслят, да, разные люди разные вещи называли, там, точнее, одинаковые вещи называли разными именами, и мысли на разном уровне абстракции. Кто-то объединял софт-скиллы, он, например, говорил communication skill, это вот часть софт-скиллов. Кто-то говорил presentation skill, кто-то говорил negotiation skill, ну, например, да? А эти скиллы, как бы, да, вот, если мы говорим communication skill, это верхний уровень скиллов, да, то есть это группа скиллов, она состоит, как бы, из чего? Из того, как вы презентуете, из того, как вы, собственно, договариваетесь. Ну, и так далее. То есть разные люди мыслили на разных уровнях абстракции, разные люди, как бы, называли одни и те же вещи, там, разными именами. Кто-то, как бы, с разной детальностью, как бы, это все описывал. Это внесло огромное количество места. Если начать разбираться, как бы, в том количестве публикаций, которые есть в интернете, да, можно сломать голову, потому что, ну, ты смотришь эти две вещи, как бы, вроде бы, каждая, ну, вещь написана правильно, да, но вот они между собой никак не мочатся. То есть вот они, ну, не имеют ничего общего. Но, на самом деле, так продолжалось, наверное, до 51-го, по-моему, года. В 51-м году опять эта тема всплыла, всплыла с новой силой, потому что американская армия решила тоже, что им нужно воспользоваться этими наработками, опытами и опытом. И, на самом деле, причина тоже очень понятная. В армии тоже очень много техники, с которой работать без специальных знаний просто невозможно. Но при этом в армии огромное количество людей, в том числе и тех, которые становятся успешными, не имея специальных знаний. И, собственно, армия решила вот США вот это все дело классифицировать и для себя понять, то есть где нужны специальные знания, где нужны неспециальные знания, какие неспециальные знания, как бы, кому могут помогать и какие специальные знания, как бы, каким образом освоить. Для того, чтобы можно было людей развивать, во-первых, да, и помогать людям развиваться. Во-вторых, для того, чтобы понимать, какие склонности у кого, к чему есть. Ну и, собственно, мы вот и это в том числе, как бы, тоже проанализировали, то, что я вам сейчас рассказал вкратце. И для себя построили такую пирамидку. Понятная пирамидка? Правильно. Она так и задумывалась. Не должна сейчас быть понятна. Сейчас я объясню. То есть мы каким образом пошли? То есть весь тот мировой опыт, который есть, он отличный. Но было непонятно, как он поможет нам, нашей компании, использовать его прямо от Азиз. Поэтому мы пошли к нашим стейкхолдерам, собственно, которые у нас есть в компании, для того, чтобы понять, собственно, какие требования у нас, в нашей компании, для софтскиллов, для того, чтобы люди были успешными в рамках компании. И обнаружили, что у нас, во-первых, там есть уровень проектов. Проекты хотят увидеть, допустим, одни софтскиллы у людей. Почему? Потому что они ориентированы на какой-то краткосрочный уровень, ну даже, скажем так, среднесрочный уровень. То есть проекты длятся какой-то срок, скажем, от одного месяца до нескольких лет, ну, в среднем, допустим, год условно. И человек должен продемонстрировать какое-то поведение, которое сделает его успешным на этом отрезке времени. И есть определенные ограничения и задачи, с которыми он будет справляться. Есть уровень HR, да, HR – это долгосрочный уровень, да. То есть HR говорит, типа, что человек приходит в компанию, как бы, независимо от того, где он работает, с чем он, какими технологиями работает, с какими проектами работает. Нам нужно обеспечить его долгосрочный успех в компании. То есть чтобы он, как бы, и в этом проекте был успешный, и в том проекте был успешным, и дальше развивался, как бы, рос, как бы, и занимал, как бы, лучшие новые там роли и горизонты. Есть еще ресурс-менеджмент. У них краткосрочные интересы. То есть они говорят, что, ну, человек, как только он появляется в какой-то оппортюнити, он должен уметь легко эту оппортюнити выиграть. Ну, для того, чтобы попасть в какой-то проект. То есть и на этом, как бы, интерес ресурс-менеджмента заканчивается. И вот эти вот верхние пирамидки – это вот как раз вот та часть софт-скиллов, которые очень сильно помогают на краткосрочном уровне, на среднесрочном уровне, и на краткосрочном уровне. Но есть часть базовая, по которой, как бы, согласны были все. То есть все наши, как бы, стейкхолдеры сказали, что, да, вот эта часть, мы согласны, что она общая для всех. То есть если вот эти хотя бы софт-скиллы будут у нас, то, в принципе, как бы, уже будет хорошо. А так дальше, ну, то каждый еще свою какую-то пирамидку достроил. И что же это за базовый уровень такой, вы спросите, да? А я вам отвечу. А базовый уровень, на самом деле, мы разделили на три большие группы. Личностные, межличностные и коммуникейшн-скиллы. Личностные мы разбили как на способность к личному развитию и отношения к работе. И дальше каждый из них еще на подуровне тоже разбили. Межличностные – это гибкость и способность сотрудничать. И тоже дальше на каждый из них там, ну, более детально разбили. Ну, и коммуникация – это навыки презентации, навыки переговоров. То есть вот это те шесть базовых скиллов, которые, в принципе, могут помочь любому инженеру в любой отрасли. И не только инженеру, то есть любому человеку. То есть развиваться дальше и быть успешным. Независимо от того, какие цели вы себе не поставили. Главное – понимать, какие цели вы ставите и уметь этими вещами пользоваться. То есть это был бы отличный мир, если бы я видел хотя бы, не знаю, половину, 10% людей, у которых все эти шесть софт-скиллов были бы на самом высоком уровне. Вот, к сожалению, это не так-то просто. Даже если вы почитаете все книги мира и четко мне сможете рассказать, что под этим всем делом подразумевается и как это работает, это еще не значит, что вы сможете хорошо пользоваться всеми этими инструментами. Хотя их всего шесть, и они выглядят очень просто. Но на самом деле это не просто ними пользоваться. Не просто пользоваться ними даже потому, что в любую ситуацию, любую проблему, любую задачу можно решать при помощи только одного из этих софт-скиллов. Не нужны все шесть для того, чтобы решить. Можно использовать любой из них. То есть, например, вы приходите в проект, и у вас стоит задача в каком-то большом легосе проекте, и вам нужно какую-то имплементацию сделать. То есть, как можно это сделать? Если у вас способность к личному развитию высокая, что вы будете делать? Будете изучать, будете копаться, будете пытаться найти возможность какую-то решить это самостоятельно. Тем более, если у вас еще есть высокое управление, отношение к работе высокое, там вот ответственность какая-то, то вы точно будете делать это самостоятельно. Если у вас гибкость высокая, то как вы будете делать? То есть, вы попытаетесь сломать систему. Ну, не буквально систему, которую вам нужно сделать, а процесс какой-то. То есть, хакнуть систему. Как-то сделать так, чтобы это делали не вы. Ну, то есть, как-то, может, не разбираться, срезать угол как-то. Если у вас высокий уровень сотрудничества, ну, что вы будете делать? Ну, задавать вопросы, да, будете спрашивать, как бы, не честняясь, как бы, там, общаться, как бы, с человеком, решать эту проблему через общение. Если у вас есть хорошие навыки презентации, как бы, ну, вы, может, попробуете там даже, там, рассказать, что эту задачу уже и не нужно решать даже, что, ну, а еще и новые навыки переговоров так вообще. То есть, зачем решать задачу, которая, как бы, не нужна. То есть, каждый этот скилл может быть спокойно использован для того, чтобы решить одну и ту же задачу, как бы, да, и не все, как бы, могут правильно переключаться и понимать, какой лучше скилл использовать прямо здесь и сейчас. Чаще мы скатываемся в то, что мы используем тот скилл, который у нас под рукой или который лучше развит. То есть, не пытаясь, как бы, развивать другие. И это, кстати, причина, почему тяжело в этих всех шесть скиллов как развивать, потому что нам всегда, ну, психологически проще пользоваться тем, что у нас получается лучше. Ну и, собственно, дальше, вот пример, к примеру, там, универсальных навыков индикаторов. То есть, как мы этим пользуемся в этой арте? Мы используем это сейчас, на самом деле, двумя способами. Мы, ну, берем в людей компанию там, да, и, собственно, они там, ну, прямо специалистов. То есть, мы понимаем, что если вы специалист прямо там высокого уровня какой-то технологии, как бы, это хорошо, да, но не всегда это получается прямо так, да. То есть, мы стараемся нанимать людей там с уровнем квалификации где-то там 80% от требуемой для того, чтобы людям было, ну, не скучно, чтобы они могли дальше развиваться, чтобы они не скисли в проектах. И, собственно, если у вас софт-скиллы сильные, а при этом, как бы, хард-скиллов каких-то специальных навыков недостаточно, то вы всегда сможете их добрать. Вторая, как бы, часть, как мы это используем, это в рамках кампании для наших коллег. Если коллега хочет там развить какой-то себе софт-скил и понять, какие у него скиллы, как бы, на каком уровне, да, он может тоже сделать такой запрос, и это анонимное такое собеседование, в ходе которого ему просто потом предоставляется обратная связь. А в этой обратной связи, как бы, рассказывают, что вот тебя вот, ну, по этим индикаторам легко это сделать, рассказать, как бы, что на каком уровне, да, и почему. Но те ребята, с которыми мы общались, как бы, все говорили, что, в принципе, это собеседование чем им помогает, и вот обратная связь, тем, что после того, даже как ты просто поотвечаешь на эти вопросы, как бы, которые там задаются, и после того, как ты обсудишь, вот, почему такое мнение сложилось, а что такое собеседование, это то, как вас люди видят. То есть, и вы можете считать 150 раз, что у вас хороший коммуникейшн скилл, но если это, как бы, не видно, и вот причины, по которым это не видно, да, то, значит, это не так. И с этим можно жить, ну, как бы, ничего страшного, но есть много людей, у которых, как бы, разве это один скилл, или ни одного, как бы, ну, это, ну, нормально, мы все люди, как бы, да, и ничего страшного в том, что чего-то не хватает, нет. А можно развивать. Это тоже хорошо, и многие так делают, и, собственно, развивать, когда ты понимаешь, что у тебя на каком уровне находится, и куда ты хочешь прийти, гораздо проще с рекомендациями. То есть, и вот мы помогаем, вот таким образом людям, как бы, развивать эти навыки. После, опять же, интервью получается такая красивая паутинка, это, тут понятное дело, что там 0.1, 2.3, тут, если вы видите, там вот 0.9 стоит, там 2.3, да, вот это механистическая, как бы, оценка, то есть, ну, невозможно оценить, не, допустим, уровень Java, там, на уровне 2.3, вот у вас, наверное, знание Java, наверное, 2.3, нет, 2.31, я думаю, даже, да, или там невозможно оценить, там, collaboration skill, там, 0.9, вот я так прикинул, где-то 0.9, да, по трехбальной системе, как-то невозможно, да, так не получается. Но вот как эта оценка происходит? Вот есть навык перечень индикаторов, дальше мы смотрим по интервью, к примеру, там, вот это проявилось, ну, там, хорошо, значит, это там 2 стоит, да, ну, там, слабо проявилось, то есть, ну, не уверены, там, есть, нет, там, мы ставим единичку, да, и не проявилось, это 0. А дальше потом все индикаторы складываются, как бы, среднее вычисляется, вот оно вот так вот считается, то есть, вот, максимальная оценка 3, и 3, на самом деле, индикатор, если стоит у кого-то, это просто мега, мега skill развит. Если выше единицы, то это, как бы, ну, неплохо, как бы с 2 до 3, это, как бы, ну, это очень хорошо. Вот такая, как бы, паутинка. Ну, вот, теперь мой самый любимый вопрос, как вы считаете, могут ли универсальные навыки принести вред? Давайте. А вы мне скажите, в чью сторону может принести вред? И человеку, который обладает этими софт скиллами, и, собственно, туда, куда он направляет свои софт скиллы, если он работает в коллективе. Вредному человеку, который обладает софт скиллами, вы имеете в виду? Ну, хорошо, давайте, допустим, человеку. Может? Ну, прапорщика посадили на губу. Прапорщик же виноват. Солдат молодец. Солдат молодец. Ну, задачу выполнил. Ему нет. Якорю нанесло. Да. Так, что он нанес вред прапорщику. Он не нанес вред прапорщику. Это прапорщик сам себе вред нанес. Как бы он не рассчитал силы солдата. Можно сказать, если не обдуманно. Не понимает, к чему может привести результат. Да, видимо, может нанести вред. Хорошая оправировка. Ну, как бы, вот случай, продолжая мысль с этим парнем, наверное, он лишил судна якоря. И оно, наверное, не ушло из порта, пока не привезли новый якорь. Ну, да. Это, я думаю, что так и было. На самом деле, необдуманность, она не зависит от того, чем вы пользуетесь. Там, джавой, да, или, там, не знаю, коммуникационным скиллом. То есть, все зависит от цели. То есть, если вы четко не можете сформировать, как бы, ту цель и те критерии успеха, которые вы хотите достигнуть, или где-то вы в этих вот критериях успеха ошиблись, неважно, каким инструментом вы пользуетесь. Универсальные навыки, они такие же, как бы, ну, это такой же инструмент, как и специальные навыки. То есть, люди могут с одинаковой успешностью творить вред и со знанием джавы, и с умением вести переговоры, и с проявлением гибкости, и с чем угодно. То есть, это неважно. И, собственно, вот я накопал картинки. Вот я уверен, что там картинка с травой, да, это человек отличный, наверное, негатиэйшн и коммуникацион скилл, он продал идею, как бы, а кто-то ее купил. Да, вот он взял и сделал такую, ну, так же лучше будет. Да, гибкость какая, да, то есть, отлично. Таксисты, знаете, какие бывают, они приветливые все, как бы, из лучших побуждений. У них коммуникацион скилл просто отличный, просто отличный. Приносит ли он пользу, правильно было сказано, смотря кому. Человек, в принципе, остается доволен, там, да, как бы, тот, который едет, там, он просто счастлив. Ну, клиент ли счастлив, как бы, да, ну, не всегда же мы о клиенте думаем, правда? Чаще вот нам, на самом деле, выбор, когда между выучить новую технологию или, там, задеревить фичу, мы выбираем выучить новую технологию, да, потому что это интереснее. Он с окошком тоже красивая картинка, тоже, я думаю, у человека хороший негативичный скилл был, ну, я не знаю, нужно, по-другому не продашь, как бы, без хороших негативичных скиллов. Машина, вон, тоже, да, так это еще инженер хороший, она же еще и едет, вы видите? То есть, это же не то, что просто стоит. То есть, у человека и специальные навыки хорошие, видите? Вот, как бы, ну, похоже, что здесь вот специальные навыки немножко превышают у него, то есть, специальных у него немножко, наверное, меньше. Ну, собственно, у меня все, я готов к вашим вопросам, любые вопросы, welcome. У меня такая просьба, пожалуйста, вопросы в микрофон, можно задавать? Я буду его подносить. Спасибо большое за доклад, было очень приятно, интересно послушать. Я с тем, что DataArt занимается темой скиллов знаком уже давно, и мне, и, наверное, еще людям с аудитории интересно было бы узнать, может ли не сотрудник DataArt как-то пройти это тестирование? Да, легко. Может. Да, можешь стать сотрудником DataArt. Если что, у Катя поделится вакансиями. Спасибо. Я напоминаю, что у нас за лучшие вопросы сегодня будут призы. Доклад тоже очень понравился, спасибо большое. А вопрос, есть ли какие-то универсальные техники, технологии, упражнения, которые позволяют, ну, улучшать, собственно, эти софт-скиллы? Хороший вопрос. Ну, как бы, техники точно есть, и технологии есть. И я бы на этом остановился, потому что вопрос звучал именно так. Есть ли они, как бы, или нет. Но тут, на самом деле, в зависимости от того, какой скилл вы хотите увеличивать. На самом деле, ну, это как, знаете, как с программированием, там, не знаю, со спортом. Есть две методики улучшения любого скилла. Это теоретическая часть и практическая часть. Практическая – это просто повторение. Как бы, теоретическая – это, ну, как бы, читать, как это вообще должно быть. Потому что, если вы попытаетесь, я не знаю, поднимать штангу, не почитав или, там, не посоветовавшись с тренером, да, то можно и спину сломать. Точно так же и, ну, с софт-скиллами. То есть, если вы пытаетесь договариваться о чем-то, там, на улице, там, с хулиганами, предварительно, как бы, не почитав теорию, как бы, да, то можно неудачно договориться. А ваши любимые или то, что вы можете рекомендовать для улучшения в отличной основе, в самомотивации и в личной основе? – Хороший вопрос, знаете, по поводу самомотивации. Я не знаю, насколько это вообще, там, софт-скилл, это отдельная тема вообще с самомотивацией. Мотивация, она всегда внутренняя. То есть, ну, внешней мотивации, как бы, нет. Есть мотиваторы внешние, которые влияют на вашу внутреннюю мотивацию и находят там какие-то отклики или не находят. Ну, другими словами, если кто-то пытается, там, ну, мотивировать кого-то давлением, например, да, а вы, ну, в принципе, у вас толерантность высокая к давлению, то есть, это у вас не находит никакого отклика и может даже обратный эффект вызвать. Или наоборот. Если кого-то пытается мотивировать, там, деньгами, например, да, а, как бы, вам они не нужны, там, например, да, то это тоже может не вызвать отклика. То есть, реально, если мы говорим про самомотивацию, там, да, то вот, ну, мне что нравится? Первое – это осознать, что же вас мотивирует, то есть, на что у вас, как бы, начинают загораться глаза. А дальше, как бы, просто пытаться вот эту внутреннюю мотивацию, ну, просто и вы другую себе не найдете, та, которая у вас есть, она и есть. Мало того, это мотивация, знаете, вот, мотивация, есть такая тоже теория, как же его зовут-то, ладно, забыл фамилию, как бы, ну, да, суть состоит в том, что мотивация, как бы, ну, мотивационный профиль, он у вас со временем меняется, вы насыщаетесь, как бы, да, вот, например, у вас на каком-то этапе у вас деньги мотивируют, а через какое-то время деньги не мотивируют. Значит, получается, все, как бы, у вас уже, ну, следующий этап прошел, вам нужно опять проходить этот путь, опять, ну, искать себе, что же вас мотивирует. То есть, на каком-то этапе вас профессиональное развитие мотивирует, да, вот, то есть, как только вы находите возможность учить что-то новое, как бы, да, у вас загораются глаза, и вы готовы, там, вот, в эту задачу включаться. То есть, нужно понять, на что загораются глаза, и искать потом возможности, вот, ну, в любой задаче, которую делаете, вот, находить этот маленький кусочек. Если этот кусочек не будете там находить, то вам не будет хорошо, не будет счастья. Понимая, опять же, что вы можете насытить мотиватор, голод уйдет, и надо опять эту работу проводить сначала. Спасибо большое за доклад. У меня есть вопрос по поводу паутинки, по поводу оценивания. Были ли у вас какие-то рекордсмены, которые набрали три по нескольким критериям, или хотя бы по одному, и вообще какие максимальные оценки были? Если можете поделиться. Хороший вопрос. Спасибо. Рекордсмены были. Эти рекордсмены, те, которые набрали три, это максимальная оценка три, это как раз те, кто участники проекта были, знали все вопросы. Они отлично ответили на все ответы, и они показали отличные... Понимаете, это как Java или чем угодно. Умение проходить отличное интервью не равно уровню сеньорити. То есть это отдельный скилл. Тут опять же второй вопрос, что мы на интервью стараемся тоже быть более-менее креативными. То есть те, кто участники этого проекта были, они просто понимают общую концепцию. То есть не то, что у нас чек-лист с вопросами, на эти вопросы нужно только ответить. Вопросы, они как бы открытые. То есть не так, что нужно ответить. Да, нет. Там у тебя хорошие коммуникационные скиллы? Да. Отлично, троечка. То есть оно не так работает. То есть вопросы открытые. Но при этом, если ты понимаешь концепцию, как себя вести, это уже тоже хорошо. Это уже на самом деле полшага к победе или 50% к победе. Потому что, по крайней мере, ты будешь стараться так делать. Да, у тебя может не получаться. Да, иногда ты как бы правильный инструмент как бы не вытащишь вовремя. Будешь все равно пытаться пользоваться тем инструментом, который есть. Но даже поучаствовать в таком интервью полезно. Полезно почему? Потому что тебе обратно дают обратную связь, как бы да, и тебе рассказывают. Ты участвовал на интервью, ты знаешь, какие вопросы задавали. Тебе рассказывают, почему вот этот тебе на таком-то уровне, на таком. И с тобой общаются они, опять же, не на знание теории, как бы да. Это не на то, как бы, вопрос. А на то, как ты себя ведешь в разных ситуациях и докапываются до ценностей. Ну почему, как бы да. Потому что реально ты можешь вести себя так, потому что там ситуация тебя таким образом влияла. И даже если это, ну так, то есть оно говорит о твоих каких-то, ну, софт-скиллах в том числе. Но самое главное, да почему ты так себя ведешь. То есть что, то есть ты, если у тебя нет мотивации, например, на обучение, и ты как бы вот так ведешь, то вот тебе и ответ. То есть у тебя, получается, капа сетхнуть с ним обучение, к примеру, там, да, она как бы на низком уровне. И может быть ты в тот момент, когда ты об этом как бы, ну, общаешься, ты это не осознаешь. Но вот это интервью, оно помогает осознать. Осознать и сделать там, ну, выводы. То есть вот я хочу это развивать или я не хочу это развивать. Я хочу пользоваться этим софт-скиллом, к примеру, там, достижение своей цели. Или как бы мне и так нормально, и другие там скиллы, которые у меня есть, мне достаточно. И я могу добавить момент по поводу самомотивации. У Артемия Лебедева есть прекрасная цитата, я ничего лучше не встречал в жизни. Как мотивировать себя, улучшить себя в чем-то. Он говорит, да никак, оставайтесь дальше в заднице. То есть я лучше этого ничего не встречал. По поводу момента, который сейчас, предыдущий вопрос прозвучал, как улучшить свои универсальные навыки, поскольку у меня твердо уверенность, что софт-скиллы — это в первую очередь коммуникативные, то мне кажется, что это в первую очередь работа с практическими социальными недостатками, такие как застенчивость, неуверенность, отсутствие эмпатии. И на это есть вполне реальные практические задачи, которые способны это разрулить. В западном мире это очень активно используется. У них там софт-скиллы ценятся выше, чем хард-скиллы, как правило, как уже разлучала на реакции. Потому что мне кажется, вот в первую очередь решается таким образом. Да, ну и про коммуникативные скиллы, согласен, это так развивать можно. Но есть и другие способы. Например, у нас в DotArt, если мы говорим, у нас есть, допустим, раз в неделю мы стараемся делать такой ивент, мы его называем «зайти». То есть каждый, кто у нас в офисе есть, может прийти какую-то тему доложить. То есть коммуникативные скиллы тоже состоят из двух частей. Это презентация скилл, то есть как ты презентуешь свою идею. То есть ты можешь быть там семь пядей в лбу, прочитав всю джаву, как бы наизусть знаешь, мегаэксперт, лучший эксперт в проекте или даже в компании. Но если ты не в состоянии рассказать другим людям, почему вот это должно быть сделано таким образом, то гроши тому цена. И только коммуникативные скиллы помогают тебе правильно позиционировать твои решения, правильно позиционировать твой опыт, приводить людей к правильному решению. И это можно развить только рассказывая, презентуя. То есть это как с английским языком. Знаете, тренировать как бы разговорную речь можно только разговаривая. Тренировать понимание на слух можно только слушая. И тренировать письменную английскую речь можно только... Вот правильно вот это слово, которое слушает, да. Занимаясь писанием. Соответственно, как бы и здесь тоже. В зависимости от того, что вы хотите развивать, нужно читать какое-то время, чтобы понять, что презентацию на самом деле... Что такое сделать хорошо презентацию? Сделать хорошо презентацию, это опять же... У каждой презентации должна быть цель. Если вы не поставите цель перед презентацией, вы не сможете сделать ее хорошо. Если ваша цель как бы просто вдохновить аудиторию, ее одним образом достигают. Если ваша цель убедить аудиторию, ее другим образом достигают. Если ваша цель рассказать, что вот это решение лучше, чем другое, ее третьим образом достигают. То есть каждый раз, если мы про презентационные сайты разговариваем, то ставить нужна цель, понимать, кому вы это рассказываете, кто аудитория. Потому что, например, детям из садика мы одним языком будем рассказывать, финансистам мы другим языком будем рассказывать, программистам третьим языком будем рассказывать. То есть понимать аудиторию, понимать, собственно, на какие вопросы мы хотим ответить и тренироваться. Вот другого способа нет. А передайте, пожалуйста, микрофон. А, что ж такое не дойдет? Скажите, пожалуйста, меня интересует для сотрудников DataArt, какие из этих шести софт-скиллов являются первоочередными? Спасибо. Смотрите, вы правильно сказали, эти шесть скиллов для сотрудников DataArt являются первоочередными. Все из них? Или какие на первом месте? На самом деле все зависит от роли. В идеальном мире, я говорю, что да, если бы все шесть скиллов было на максимальном уровне, это было бы здорово. То есть и для каждой роли имение всех этих шесть скиллов не помешает. То есть вы будете однозначно более успешным, если они будут. Другой вопрос, есть как бы минимальный порог. Например, Junior Java Developer, например. Если у него будет высокий уровень саморазвития и при этом высокий уровень ownership, то это уже будет хорошо. То есть остальные вещи, если будут, например, гибкость, он не будет пытаться решить любую задачу написания большого количества кода, а пытаться понять, какую задачу мы решаем, это тоже будет хорошо. Я не говорю, что это будет плохо. Если он будет понимать, что на самом деле иногда, вот если ты задачу не можешь решить, потому что там очень сложно все, и ты будешь задавать вопрос просто, тоже гибкость какую-то и коллаборацию проявлять, это тоже будет отлично. Если ты будешь на самом деле общаться с командой и пытаться ей помочь, а не просто свою задачу решить. Решил я задачу, закачал все этот самый на JetCap, а оказалось, там кто-то тоже задачу решал, а я затер все данные. Неплохо быть командным игроком, абсолютно никак. Даже для Junior Java Developer. Если ты сможешь договариваться с клиентом, клиент говорит, что ты должен сделать сегодня эту задачу, любой ценой. И ты не будешь сидеть всю ночь, к примеру, а поговоришь просто, договорись с клиентом на завтра. Никак это плохо не будет, ни для кого. Но если ты сможешь презентовать какое-то решение свое, идею какую-то свою, даже будучи Junior разработчиком, чтобы вся команда ее купила и сказала, да, слушай, ты молодец, ты хорошую штуку предлагаешь. И дали тебе возможность реализовать. Но это тоже не помешает. Просто есть скиллы, без которых ты точно не сможешь, без которых ты сможешь работать ночами, или без которых ты сможешь бесконечное количество раз переписывать то, что ты уже сделал, потому что ты затер, кто ты что-то не учел. А есть скиллы, которые просто помогут тебе жить легче. Подскажите, пожалуйста, связаны ли со скиллы с ценностями вашей компании, и какие у вас ценности в компании есть? Ну, это хороший вопрос. Ценности у нас всего четыре. Я как бы всегда люблю о них говорить. И первая ценность, понятное дело, как бы это люди. Мы компания про людей. Вторая, мы компания инженерная. И для нас как бы экспертиза, это очень тоже ценно и важно. Третья ценность, так как мы, опять же, про людей и про отношения, как бы то гибкость. То есть мы не стараемся делать все там вот одним способом, да, а мы гибкие там и к людям, и к процессам, и ко всему. Петличка накрылась. Ну, и четвертая ценность, это терея, и для нас же жидкие строят партнерские отношения с нашими коллегами и нашими клиентами. То есть мы стараемся, как бы, строить партнерские отношения и с коллегами, и с клиентами, поэтому, как бы, для нас партнерские отношения и доверие очень важные тоже. Ну, понимаете, софтскиллы — это такой же инструмент, как, я не знаю, знание джавы. То есть вот если назвать, к примеру, экспертизу, экспертиза, знание, как бы, и умение использоваться софтскиллами, точно так же, как джава, джаваскриптом и прочим, как бы, это вот положить вот эту ценность, то да. То есть мы ценим экспертов и ценим, как бы, вот, ну, людей, у которых есть знание и опыт. Вот. Это не значит, что мы не ценим других людей, да. То есть мы ценим и тех, кто новички. У нас есть школа, и сейчас, кстати, вот QA-школа идёт, и мы больше не отобираемся, там, пару-тройку человек, там, у нас шесть человек сейчас учатся, пару-тройку человек взять к нам в штат. То есть мы, ну, мы всех любим, да. Ну, когда я говорю экспертизу, почему мы её ценим? Потому что мы верим, что все эти люди, которые к нам приходят, они талантливые, и экспертиза у них точно появится. Давайте я вам передам микрофон. Как угнаться за целью, которая, скажем так, постоянно убегает вперёд? По сути, накопление знаний. Кроме так, если даже взять двух разных людей, которые начали учиться в разное время, один раньше, другой позже, как правило, идут впереди те, кто начали учить раньше. Вот как быстрее догнать того человека, который больше выровнялся уровнем знаний с тем, который начал учиться раньше? Ну, смотрите. С микрофоном мне не сегодня не везёт. Спасибо. Да? Да. Смотрите, я не знаю, я бы так задачу не ставил. Опять же, если вам так нравится такая обосновка, можно, конечно, её решать. Я бы решил... Мне кажется, опять же, да, что для успешности... Для успешности... Расскажу анекдот. Чукча и, там, не знаю, ещё кто-то, геолог, да, бегут по лесу, а за ними гонится медведь. Чукча говорит, давай быстрее. Геолог говорит, неужели ты думаешь, что ты будешь бежать быстрее, чем медведь? Он говорит, мне не нужно бежать быстрее, чем медведь, мне нужно бежать быстрее, чем ты. Да, в чём суть, как бы. Не нужно бежать быстрее, чем кто-то, для того, чтобы стать успешным. Успеха хватит на всех. То есть, если вы будете знать Джаву меньше, чем кто-то другой, вы от этого не будете менее успешным. Я вам честно скажу, нет ни одного человека, который бы, ну, там, знал всё. И возьмите кого угодно, он в чём-то одном будет лучше, чем сосед, но в чём-то другом, и, может быть, даже в этом хуже, чем сосед с другой стороны. И, собственно, для успеха я тоже пытался, как бы, донести, да, что, ну, знание, там, одной, двух, трёх или пяти книг, как бы, да, или имение опыт, там, вдруг в пятидесяти проектах, как бы, они не помогут, как бы. Но смысл вопроса в том, что каждый день знание и потребности растёт, в чём заключается загонки за знаниями. Вот как за этими знаниями успевать догонять? Вот в таком случае вопрос хороший, но смотрите, какая штука тоже. Догонять знания будет тот, у кого есть на это мотивация. Если у человека нет мотивации и потребности в знаниях, то он будет пытаться срезать углы и решать проблемы, как бы, без этих знаний, как бы, да, или выбирать там ту специализацию, где не нужно постоянно читать и развиваться. Если вы хотите соревноваться в поле, ну, там, я не знаю, по бегу, то у вас должна быть любовь к бегу. Если вы хотите соревноваться, там, не знаю, там, на поле, там, на тренажёрах, там, по подтягиваниям, то у вас должна быть любовь к подтягиваниям. Если вы не любите джаву, вы не будете её учить. Надо долюбить то, что вы делаете, и у вас не будет возникать вопрос, как дождать время на это. Да, но это есть вопрос, который стоит перед тобой. А если ты не знаешь суть вопроса будущего, которая кому-то известна, а тебе до него ещё надо узнать тогда, когда тебя спросят, тогда будешь достигать данному эту стель. Смотрите, вот тут, на самом деле, есть такая штука классная, мне она очень нравится, называется «Тову камеры». Это другая моя презентация, она, кстати, есть на Ютубе тоже, можете посмотреть. И там как раз тема была посвящена тому, как профессионально развиваться, и при чём есть «ву камеры». Вот «ву камеры» она о чём говорит? Что весь мир можно разбить там, как бы, ну, на четыре там большие проблемы. То есть первое – это, как бы, изменяемость в волатилите, второе – это сложность в комплексите, третье – это «uncertainly» – это неопределённость, и неоднозначность, амбиссию эти. То есть в чём суть? Суть состоит в том, что все мы постоянно сталкиваемся со всеми этими четырьмя проблемами – неопределённостью, изменяемостью, сложностью и неоднозначностью. То есть неоднозначность – это имеется в виду, что вот вы, например, «синьер джава девелопер». Вот под этим термином разные компании совершенно разные вещи подразумевают. Это неоднозначность. И если вы попытаетесь поставить себе цель и попытаться решить все эти четыре проблемы сразу, одновременно, то вы их не решите никогда. Вам нужно понять, какая проблема прямо сейчас перед вами стоит и мешает нам двинуться вперёд на один шаг и решать их постепенно. Ну, например, вот вы хотите развиваться, например, в сторону, я не знаю, фронт-энд-разработки, да? И вы не можете сделать шаг вперёд. Почему? Потому что огромное количество литературы в этом поле. С чего начать обучение, да? Потому что, да. Ну, мысль о том-то как бы не в этом, а заключается контакт. У вас есть до момента цель на сегодняшний день, который, знаете, что нужно для этого выполнения сдачи, но завтра день этот вопрос уже станет неактуальным, потом всё её решили, зато появится другой вопрос, который ты никогда не решал. То есть в итоге ты на завтра наступает день, и ты начинаешь решать завтрашний вопрос и так далее. И ты в итоге на бесконечную гонку попадаешь за целью. Так это же ещё помните, Льюис Кэролл говорил, да? Для того, чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. Ну, это правда, всё честно. Вы описали реальный мир. Я с вами полностью согласен. Тут спорить не о чём. Можно? Да. Интересно, как софт-скилзы учитываются при росте сотрудников и распределении талантов в дата-арт. Ну вот более детально. Учитываются ли они при назначении человека на новую позицию? Учитываются ли они при построении карты развития специалиста? Даёте ли вы рекомендации к развитию определённых навыков и способов их развития, учитывая позицию, что занимает человек и особенности его работы? Ну и связанные вещи. То есть, как софт-скилзы и ваша экспертиза в их оценке связана с развитием талантов и ростом специалистов в дата-арт? Хороший вопрос, отлично. Спасибо большое. Могу ответить, тем более, что на самом деле это как раз то, чем я занимаюсь в компании. У нас профессиональное развитие для людей, оно построено не как процесс вытягивающий, когда компания берёт кого-то и говорит, что вот сегодня ты должен расти в этом направлении, вот тебе план развития, вот ты должен выучить вот это, вот это, а мы тебя регулярно будем проходить и проверять. То есть, и попробуй не справиться. Мы не работаем не так. У нас компания большая и мы имеем возможность давать людям возможность выбирать самим, куда развиваться. И что развивать, как бы, и развиваться ли. То есть, развитие на самом деле не всем нужно. Помните, я говорил про мотивационный профайл как раз, да? И вот профессиональное развитие – это один из мотиваторов, который, как бы, в принципе не нужен не всем. И если человеку нужно, ну, профессиональное развитие, если он хочет развиваться профессионально, то мы ему помогаем, как правило, да? И помогаем, опять же, если, к примеру, человек говорит, я хочу развиваться в области автоматизации тестирования. Мы, конечно, можем сказать, нет, а ты возьми еще, напиши себе в твоем плане развития еще и развития софт-скиллов. Вот этот софт-скилл, вот этот софт-скилл. К сожалению, это так не работает. То есть пока люди сами для себя не решат и не примут решение, что я хочу это развивать, какие бы планы мы ни написали, что бы мы ему ни сказали, какие бы приказы кто никому не отдал, но это не учится, нет королевского пути в геометрию. Помните такую фразу, по-моему, Евклид ее сказал? То есть каждый должен сам пройти этот путь и сам решить. А вот когда человек уже решил, говорит, что я хочу, или ему рекомендуют и говорят, что смотри, ты бы посмотрел на софт-скилл, и он говорит, ну хочу посмотреть. Он тогда приходит к нам и говорит, что я хочу, чтобы мне провели такое собеседование, мы ему проводим, даем ему обратную связь, даем ему рекомендации. Дальше он сам для себя формирует все эти карты. А как это помогает ему, это ответ на этот вопрос очень простой. Точно так же, как, не знаю, знание Джавы помогает писать код. То есть все вокруг, просто видя, что у него задачи, которые раньше не получались, потому что, например, он не мог презентовать свое решение, они становятся получать. Ему дают больше и больше каких-то оппортюнити. То есть вот так вот. Добрый день. Спасибо за доклад. Продолжение этого вопроса, который прозвучал до меня. Когда мы говорим про развитие хард-скиллов, у нас есть менторы. А есть ли менторы для софт-скиллов в дата-арте? Менторы – это отличный вопрос. Но менторы – это, как правило, всегда хороший ментор – это химия. Химия отношений имеется в виду. То есть вот нельзя назначить ментора. То есть назначить ментора можно. Получить от этого хороший результат не всегда можно после назначения. И люди сами себе ищут менторов, а менторы сами себе ищут менти. Они ищут их себе в проекте, они себе ищут их в офисе, ищут во время общения на разных наших внутренних проектах и тусовках. Если человек приходит за помощью и спрашивает, как найти себе ментора, понятное дело, что мы им рассказываем и объясняем, как это происходит, как это работает. По этому поводу у меня отдельный доклад есть, как найти себе ментора. В софт-скиллах. В чем угодно. Ну что такое ментор? Ментор – это человек, у которого есть опыт в том, чему ты хочешь научиться, и который этот опыт готов с вами этим делиться. Кто подтверждает опыт ментора в софт-скиллах? Смотрите, какая штука. DataArt – компания неформальная. То есть, несмотря на то, что я про армию говорил, что в армии использовали, но у нас нет senior communication skill, или expert presentation skill, или strong junior flexible. Нет такого. По, опять же, экспертизе в софт-скиллах, обычно, чем более senior role, тем лучше софт-скиллы. Потому что, чем выше seniority role, тем больше у вас опыта, тем больше людей вы уже успели посмотреть, чем-то воспользовались. Является ли этот уровень софт-скиллов максимальным у этого человека? Все ли софт-скиллы являются максимальными? Да, конечно, нет. Вы возьмите любую роль, посмотрите, самых лучших представителей этой роли выставить, и у этого этот софт-скилл на лучшем уровне, и у этого этот на лучшем уровне. Даже если возьмете двух, к примеру, с лучшими негативящими скиллами, они по-разному это будут делать. И учиться можно, если я бы искал 7 антеров, я бы у этого поучился, и потом у этого поучился, потому что это бесконечный процесс. Как вы заметили, нужно бежать из-за всех ног для того, чтобы просто стоять на месте. Обучение хоть Java, хоть soft-скилл, оно бесконечное. Если вы какую-то технику в чем-то выбрали, во-первых, она не только одна существует, а во-вторых, мир меняется, и то, что работало вчера, сегодня уже не работает. Мы тоже меняемся. Добрый день. Да, добрый день. Вопрос такой, как решают вопросы, ну, понятно, что одни склонны к hard-скиллам, другие к soft-скиллам. Как решаются вопросы со всеми перекошенными? То есть, которых совсем перекос. То есть, hard-скиллы, красные дипломы, сертификаты, ну, я из практики говорю. А soft-скиллами проблемы. То есть, у нас такие люди вылетали. Вылетали куда? Ну, на свободу. Ну, так же самое, когда soft-скиллы, ну, очень-очень крутые, а hard-ами проблемы. То есть, вот как решаются вопросы, когда совсем перекосы вы такие? Ну, смотрите, решается вопрос, это зависит от того, кем решается вопрос. То есть, если на уровне компании, как бы, да, то, опять же, у компании позиция очень простая, как бы, да, мы никого не мучаем, мы никого не заставляем там развивать что-то, что вот ему не хочется или он не может. То есть, мы про людей, да, мы помогаем людям. То есть, если человек сам созрел, к примеру, там, к этому, мы можем дать ему какие-то рекомендации. Второй вопрос, опять же, если там окружающие по какой-то причине, как бы, да, вот, ну, говорят, что вот, ну, человеку хорошо бы это помочь. Опять же, мы можем опять, ну, там, представители, там, прийти, ну, там, из проекта, там, из офиса, пообщаться, порекомендовать. Ну, не пошел бы ты, к примеру, там, посмотреть, там, пройти собеседование по soft-скиллам, например, да, там, получить рекомендации. Но, опять же, если вы говорите перекос, как правило, он же внутри перекос, правильно же? И править нужно внутри. Да, ну, мы, собственно, как вот, скажем так, психотерапией мы не занимаемся. Как бы, поменять мотивацию, как бы, мы это тоже не делаем. То есть, мы помогаем людям, как бы, с запросами, которыми они приходят, да, или бы, ну, рекомендуем им обратиться, как бы, в сервисы наши, да, если мы видим, что это может им помочь. Но заставлять мы не заставляем. И если отвечать на вопрос, как бы, что с этими людьми происходит, ну, если они, как бы, не хотят, ну, что-то развивать. Ну, тоже очевидно, есть роли какие-то, в которых, ну, можно перформить, там, ну, только с hard-скиллами или только с soft-скиллами. Просто чем меньше вы знаете, тем меньше оппортюнити. То есть, вот-вот-вот в этом, как бы, сложность. То есть, пострадает ли компания от того, что, там, кто-то не захочет что-то учить? Да не пострадает, всегда найдется кто-то, кто захочет. А пострадает ли человек от того, что он, ну, что-то не будет учить? Это зависит от того, что для него страдание. То есть если он хочет, к примеру, 10 возможностей из них выбирать, ему будет приодна возможность, ему от этого счастлив, значит, не пострадает. Если он хочет что-то другого, на самом деле желание – это хорошая энергия. Желание – это потребность, мотивация – это потребность, это ресурс. Надо его использовать для того, чтобы развиваться. Если у человека нет потребности, нет ресурса, его извне не добавить. Смотришь, парад? Нет, ну просто ищем те вакансии, в которых он сможет реализовать то, что у него там есть. Что-то же у него есть, у него чего-то нет, а что-то есть. У нас у всех так. Бывает очень жесткое, но в плане хабрик. С такими людьми бывали реальные проблемы, но другие стандарты. С такими сложно, это правда. На самом деле идеальных людей не бывает. И вот помните, таксиста там вот картинка была, вот с ним легко. Ну и помните пример про хирургов? То есть я бы выбрал того хирурга, который сделает хорошо операцию, чем того, с которым легко. То есть тут все зависит от ситуации. Пожалуйста. Если у вас еще остались вопросы, буквально один последний вопрос, потому что мы немного сбираемся с нами. Дальше, если у вас будут вопросы, вы можете подойти к Максиму Валерьеву Ростдейку. Есть вопросы? Есть вопросы? Коль, для завершения у меня будет скорее не вопрос о комментарии. Красота твоего, потому что я сказал, что с одним хирургом хорошо, с другим другой умеет. Есть такой хороший сериал у нас Гео про авиакатастрофы. И вот был один прекрасный Boeing Korean Air. И, наверное, это были классные скилловые пилоты. Но один пилот начал косячить, а другого не очень хорошие были, наверное, соцкиллы, плюс еще корейский национальный их бэкграунд. И он не смог сказать пилоту, что тот косячит. Ну, самолета больше нет, собственно говоря. Поэтому, наверное, все-таки нужны не только харта и соцкиллы, потому что без этого. Даже если он классный себе специалист, все-таки не нужны. Да, спасибо большое. Я полностью согласен. У каждого из нас есть какая-то сила. Эта сила, то есть она может быть как специальные навыки, как и универсальные навыки, дает нам какие-то возможности. И чем больше у нас сил, тем больше у нас возможностей. Нужны ли нам больше возможностей или нет, это мы сами должны решать. Если нам не нужны большое количество возможностей, может, нет смысла развивать и скиллы. А если они нам нужны, то надо развивать. Ну, нужно понимать, собственно, осознанно, почему мы делаем то или иное. Всем привет. Тема важная и очень серьезная, поэтому заведомо буду говорить о ней очень шутливо, потому что иначе буду плакать. Собственно, это про управление временем и о том, как... Кстати, я могу ходить? Потому что я не могу стоять. Спасибо. Спасибо. Собственно, поговорим об управлении временем конкретно в приложении к себе как к человеку рабочему. То есть тот, который работает не на себя, то есть не фрилансер, потому что про фриланс есть шутка, что однажды, когда я открыл учебник, там было написано, фрилансер – человек, который занимается тем, что устраивает свою рабочую неделю сам. Это значит, что у него нет выходных. Мы предполагаем, что здесь есть, в общем-то, некоторый смысл в количестве нормированных часов, или если, вот как в данном случае о докладе, они выпадают. Но мы перейдем к этому не сразу. Собственно, штука не работает. Дайте мне штуку. Она включена, но она не работает. Кнопки. Я могу светить красным, но… Так вот. Мы начнем с того, что поговорим о моменте, который кажется идеальным. Что это значит? Отлично. Это конец или начало. Это… да. Это… Дайте штуку. Сейчас, секунду. Да, спасибо. Поговорим о том, что, по сути своей, является сначала идеальной рабочей средой. Идеальной рабочей средой не с точки зрения, там, зарплат или интересных суперзадач, но с тех, которые формируют, скажем так, нормальную среду, в которой вы можете работать или создавать нечто, говоря более общим языком, продуктивно на протяжении долгого времени. Обычно это те вещи, которые очень широко рекламируются разного рода, в общем-то, организациями, компаниями, в том числе ДТА-артом. Вам будут рассказывать про комфортные условия, вам будут рассказывать про прекрасные бенефиты. Многие из них – правда. В общем-то, потом мы поговорим о том, что на самом деле в жизни, может быть, не так ярко. Это все еще не работает? О, работает. Отлично. В общем-то, что может быть не так ярко на самом деле, и как же с этим жить? То есть мы пытаемся нашу реальную ситуацию и наши реальные условия привести к тем условиям, которые нам казались бы идеальными, либо близко к идеальным. Собственно, мы пытаемся быть эффективными, мы пытаемся быть живы. И в конце мы поговорим о том, что, если все-таки что-то пошло не так, что может пойти не так. Например, в предыдущий прекрасный доклад вам рассказывал, что есть такое понятие, как софт-скиллы, и нужно уметь договариваться. Так вот, если не получилось договориться, может наступить что-то кошмарное. И мы поговорим и об этом. Собственно, привет еще раз. Меня зовут Никита. В общем-то, это моя фотография. Есть разные моменты по поводу хобби для того, чтобы выживать. Но об этом мы еще пока коснемся. Важный дисклеймер по поводу всего вот этого, являющегося здесь. Они являются наблюдениями, вот реальный проект, когда... Да, маленькая шутка. Когда вышло объявление о том, что будет этот доклад, мне написал мой DM и сказал, «Никита, ты же не расскажешь секретных данных о нашем проекте?» Я говорю, «Нет, конечно же нет». И я не расскажу. Но, тем не менее, это наблюдения, которые взяты из личного опыта. И поэтому вы можете сделать как минимум один вывод, что это какое-то личное мнение. И оно имеет право на ошибку, я надеюсь. С другой стороны, тут есть какой-то искренний налет настоящности. Назовем это так. И, соответственно, из него можно вынести какой-то урок, потому что это не нечто абстрактное, а написано за партой. Собственно, вот что мы хотим от идеальной работы? Есть какие-то вещи, которые рекламируются опять-таки компаниями, предлагаются вакансиями, рассказывают про разные приятные моменты, которые хотелось бы иметь. Еще раз, фокус на том, что мы говорим о них с точки зрения, назовем это так, с точки зрения именно условий, в которых вы находитесь, работая. Ну, то есть для многих идеальное условие работы – это дом. И, в принципе, дом – это тоже хорошо. Но мы поговорим, в общем-то, о моментах, которые организовывает рабочий процесс. Первый из них – это такие моменты, как перерывы. Многие, те, особенно, кто курят, устраивают себе время от времени перекуры. Те, кто не обладает такой роскошью или заботится о своем здоровье, в общем-то, вынуждены держать это в памяти. И, на самом деле, это такой интересный момент, когда вы начинаете заниматься какой-то деятельностью. Вы должны помнить о том, что у вас есть некоторые пики активности. И, соответственно, вам необходимо время для восстановления. Или для восстановления концентрации. Следующий момент – это состояние спокойное. Или рабочее, или поток. В общем-то, это тот идеальный момент, когда вас никто не отвлекает вокруг. И когда вы можете быть погружены в проблему, быть сфокусированы на ней. Это тоже очень важно. Эти моменты связаны. В целом, когда вам предлагают какие-то вакансии, вы тоже уже можете обращать на эти внимание, потому что вам расскажут комфортный open space. Однажды про open space была прекрасная шутка. Она была давным-давно, поэтому вспомни очень не смешно и одной фразой. Что open space – это очень удобное место для работы одного человека. В общем-то, собственно, это тоже такой интересный момент. Но поехали дальше. Собственно, это та самая спокойная среда, где вы можете погрузиться в этот самый поток. Где нет внешних раздражителей, где вам рассказывают. Мы обещаем вам спокойное, уютное место. Например, вы можете остаться работать дома и никогда с нами не связываться вживую. Это тоже поможет. В общем-то, плавная рабочая среда. Этот момент более технический, если говорить уже о моментах. Например, есть такой момент, как удаленные рабочие столы или виртуальные рабочие столы, или VDI. И, возможно, если вы когда-то сталкивались с клиентом, который требует большой безопасности, мы все еще не говорим о клиентах, требует большой безопасности и при этом полностью работы на их стороне, но это сделать физическим образом невозможно, есть разные инструменты, которые делают это реализуемым. Но при этом зачастую эти инструменты далеки от идеала. И когда каждое ваше действие занимает полсекунды отклика или секунду отклика, или как будто вы послали письмо, причем настоящее, а не электронное, и ждете, ну, в общем-то, вы начинаете постепенно терять продуктивность, просто растрачивая энергию на переживания, нервы, трясущиеся руки и сломанные мониторы. Мы такого не хотим. Собственно, еще один очень интересный момент, который уже напрямую практически касается взаимодействия с членами своей команды, или, если так уж получается, с представителями заказчика, когда вы занимаетесь не просто какой-то деятельностью, но при этом вы занимаетесь деятельностью, которая направлена на решение каких-то конкретных задач. При этом в идеальном мире нужно было бы сделать так, чтобы эти действия привели к решению этих самых конкретных задач. Не всегда получается, иногда получается наоборот, но, опять-таки, мы хотим стремиться к тому, чтобы у нас были какие-то критерии, которые мы можем как-то выполнить, или к которым мы можем хотя бы стремиться. Ну, и, соответственно, еще один момент очень такой, последний из идеальных, это предсказуемость режима. Предсказуемость режима заключается в том, что вы знаете, что у вас есть какое-то рабочее окно, вы можете работать вечером, кому-то удобнее работать утром, кто-то любит работать ночью, но, тем не менее, у вас есть какая-то предсказуемость, и вы знаете, что завтра в 3 часа ночи вам никто не позвонит просто потому что... Ну, или позвонит, потому что все горит, или потому что паника, или потому что что-то страшное случилось. Поэтому такой важный момент, его можно часто обговорить на проектах, но не всегда это достижимо. Но, собственно, мы будем пытаться говорить о том, как к этому прийти. Ну, в общем-то, еще один важный момент, он уже не относится напрямую к работе, но очень часто работодатели, и, например, большая часть предыдущего доклада, рассказывала о том, что работать-то можно и оказывается желательно, если не нужно, на себя. Что это значит? Вы можете вкладывать в себя, рассказывая о каких-то технических вещах или не о технических вещах, то есть развивая себя в разные сферы, в разные области. Не будем вдаваться в это глубоко. Но, тем не менее, если вам предлагается какая-то возможность попробовать себя, например, прекрасный пример из предыдущего доклада, простите за тавтологию, касающийся того, что вам дается задача, которой вы соответствуете на 80%, и при этом вы 20% тянетесь, вы вырастаете. Это прекрасная возможность, это интересно, это хорошо, вы не увядаете, вы получаете новые навыки, вы становитесь более компетентным сотрудником. Всем радость, всем счастье. В общем-то, есть маленькое, но, ну, большое, достаточно большое, говорящая о том, что очень много из этого, ну, скажем так, нерационально использовать, или недостижимо в принципе, или когда-то было достижимо, но потом что-то поменялось, или ситуация поменялась. Так или иначе, что-то из того, что было описано и было рассказано, выполняется лишь частично, либо этого нет в принципе, либо не оговаривалось, либо вы должны заниматься этим сами. В таком случае мы должны, как люди, которые хотим свою эффективность рабочую повысить, как люди, которые стремятся, скажем так, не раскиснуть, не получить хроническую усталость, не получить каких-то страшных вещей, стремиться и выполнять. Собственно, опять-таки, про перерывы вы должны делать их сами, если мы снова зайдем с самого начала, делать короткие, маленькие перерывы. Есть техники, которые могут определить, насколько вам полезен перерыв. Есть маленькие, когда вы делаете 25-5 минут, есть 50-10 минут, 86 минут, 96 и 12 минут или 17 минут. В общем-то, совершенно разные перерывы, которые подходят к вам персонально, и вы должны это для себя подойти. Также очень интересный момент, касающийся того, что не все об этом знают, и я знаю несколько коллег, которые этому не следуют, но вы можете работать, не находясь за компьютером. Мы здесь IT-компания, поэтому я предполагаю, что ваша основная рабочая среда является за компьютером. Вы можете сделать мысленный эксперимент у окна. Что это значит? Есть книга Аркадия Братьев Стругацких. В общем-то, в ней есть, собственно, обитаемый остров, простите, пожалуйста. Собственно, в книге есть маленькая сцена, где главный герой вспоминает, что попав в институт к жителям планеты, он наблюдает интересную картину. Если сотрудник хочет отдохнуть, и там стоит у окна и считает ворон, условно, к нему подходит начальник, говорит, а что это ты здесь делаешь, и он сразу теряется, подходит, ой, я здесь отдыхал, и убегает, и бежит работать. Все чувствуют себя не очень хорошо, потому что работник виноват, начальник накричал, в общем-то, никакого комфорта. Но главный герой, когда его могли найти у окна и спрашивали, что он делает, отвечал, ставлю мысленный эксперимент, и все, придраться невозможно. Он и продолжает работать. К чему это? К тому, что вы можете продолжать думать о работе, совершая некоторый перерыв. Например, у нас есть, вот вы видели, если заходили с той стороны моря, на него можно смотреть. Это значит, что на него можно смотреть и одновременно думать о работе. Не всегда получается, это требует навыков и концентрации, но можно. Собственно, точно так же касается и своего свободного времени, когда вам необходимо его защищать. Потому что иногда бывают моменты такие пограничные, когда вы уже вроде бы собирались идти домой или на тренировку, или уже в целом вечер, и вы бы планировали постепенно бы свернуться и заняться своими делами, защищая их. Но при этом вам кто-нибудь пишет или звонит и говорит, что надо помочь или что-то сделать. И вы остаетесь. И это тоже довольно интересная тема. Что с этим делать, мы попытаемся решить и посмотреть в будущем. Но на самом деле, как короткого и однозначного рецепта, нет. Что вы можете сказать, это оговорить эти рамки. Например, очень интересный пример. Моя коллега выставляла два ланча в свое расписание. И все люди, которые пытались выставить ей какое бы то ни было приглашение на какой бы то ни было митинг, видели, что она занята в это время. Она не была занята в это время. Она в это время обедала либо отдыхала. Но тем не менее, это работает. В общем-то, следуйте такому же. Очень удобная практика. В целом, про рабочее время и рабочее пространство. Я уже говорил про open space, о том, что это удобное место для одного. Иногда, если вы работаете с какой-то задачей, которая требует погружения, вы можете заниматься этим, скажем так, уйдя глубоко в себя. Например, если у вас есть наушники, если вы любите тяжелую музыку. Если у вас возникает необходимость, например, общаться, и вы должны слышать человека, а не вашего соседа, то в этой ситуации иногда лучше уйти. Или попросить человека, чтобы он был потише, если это возможно. Или как третья опция, самая радикальная. Не поверите, но иногда можно работать дома. И довольно удобно. И довольно продуктивно. Собственно, если поговорить о целях, если, например, не выставляется, или если вы работаете как команда, которая напрямую работает с заказчиком, который не знает, что он хочет. Или знает, но не уверен. Или думает, что он знает. В общем, в любой из этих ситуаций попытайтесь сами это сделать. Очевидно, что специальный человек лучше, что человек, который умеет это делать, это хорошо. Но если такой ситуации не получилось, разное бывает в разных ситуациях или на проектах, то вам необходимо работать с какими-то факторами, которые будут либо вызваны отсутствием каких-то четких постановок, четких задач. Например, если вы выполнили задачу, которую не должны были делать, потому что не должно было быть такой задачи в принципе. Или если вы создаете какие-то списки задач, но при этом вы понимаете, что вы не квалифицированы, вы можете всегда обратиться за помощью. В целом, что вам нужно сделать? Это стремиться уменьшить какие-то факторы, касающиеся работы вас и команды. Например, если вы знаете, вот такой интересный момент, вот такие вот списки, вот создать план на сегодня, выполнить первый пункт, помогают несколько уменьшить беспокойство. Ну, не на самом деле такие, потому что это самый выполняемый список, к сожалению. Кроме последнего пункта, его выполнить иногда тяжело. Но в целом, когда у вас есть действительно какой-то написанный план, идея, собственно, этого слайда, вы можете следовать ему, и когда вы его выполняете, если это то, что было оговорено, если это то, что нужно, то вы получаете некоторый прилив энергии, который вам поможет продолжить работать в дальнейшем. В целом, очень интересный момент заключается в том, что вы можете вместе, например, я все еще не говорю о проекте, с заказчиком можно попытаться установить некоторый контакт и попытаться прийти к одному соглашению, что вы видите. Найти общий язык, многие очень любят to be on the same page. Я не люблю использовать англицизм и в русской речи, тем не менее, если вы найдете, не ругайте меня. В целом, что касается всего этого, найти какой-то общий язык, общий контакт, который позволит вам взаимодействовать лучше и, соответственно, выполнить поставленную задачу, пусть сначала абстрактную, но все более конкретно, лучше. Ну и опять-таки, защищайте свое свободное время. Тоже очень важный постулат. Что имеется в виду? Потому что как только у вас начнется страшная ситуация на проекте, вот если что-то случилось, нажали красную, есть получить много кофе или начать ежедневную войну, и если случайно было нажата не та, кофе не дали по какой-то причине, то, в принципе, вам необходимо сразу же включать несколько каких-то защитных механизмов, если это возможно. К сожалению, названия доклада про 65 часов были не шуткой, и было не очень хорошо. Но все-таки что-то сделать можно. Давайте все-таки пройдемся и посмотрим, что сделать. Но сначала, что произошло? Бывают разные причины. Я все еще не говорю о проекте, но в целом зачастую это заключается в том, что был провален предыдущий доклад, и софт-скиллы не помогли, и кто-то не договорился. Либо же нужно кому-то помочь или что-то разгрести. Но обычно это сводится действительно, как это ни парадоксально, я хотел пошутить, думаю, когда слушал доклад Максима. Но, к сожалению или к счастью, зачастую это правда, что в целом многие такие моменты и недопонимания заключаются в том, что кто-то с кем-то не договорился. Например, в нашем случае, я все еще не говорю о проекте, мы получили ситуацию, заключающуюся в том, что функциональным требованиям предпочтение отдавалось намного более сильное, намного более внимательное, чем к нефункциональным требованиям, таким как перформанс, надежность и все остальное. И на них обратили внимание по остаточному принципу. И до тех пор, пока были сданы все фичи, все было прекрасно, но как только пришли к требованиям с другой стороны, сразу стало все не так прекрасно. Хотя предупреждали, как всегда. Но, тем не менее, ситуация уже случилась, она может случиться по-разному, может случиться внезапно в 3 часа ночи, но тем не менее, в целом, да, дисклеймер номер 2, ты начал рассказывать всякие моменты. Вот, много лет назад, это про DTArt, чтобы не было, казалось, ощущения, что я здесь рассказываю страшные ужасы и таким образом лишаю нас прироста молодых людей. Когда я пришел в эту компанию, говорили, что овертаймы на самом деле являются глубоко опциональными и добровольными. То есть, на самом деле, то, что я вам сейчас рассказываю и буду рассказывать еще несколько минут, доклад небольшой, это все говорит о том, что Никит на самом деле любит помогать людям, не умеет отказывать людям, и тоже провалился в скиллы. Но все-таки о том, что если вам нужно помочь, и вы можете помочь, наверное, помочь стоит, но если вы не можете, вот слайд о том, что мы вас здесь не мучаем и не насилуем, как сказал Бестион Максим. Он же не говорит про насилие? Нет. Собственно, что-то происходит. Обычно происходит из нескольких факторов, которые являются совокупностью все. Во-первых, мы подходим к сжатым срокам. Потому что представьте себе ситуацию, когда говорят, у вас есть много работы, у вас есть много задач, но вам нужно их сделать за пять лет. Но у вас нет какого-то давления, которое на вас падает. Поэтому один из ключевых факторов вот такой вот ситуации, это близкий, граничащий вот этот вот дедлайн, сдача срок проекта, когда вам необходимо справиться до него, потому что после него уже не нужно. Следующий момент заключается в много работы. Вот я вам привел проект о том, что целая часть свод проекта не был удостоен нужного внимания, нефункциональные требования. То есть это много работы. И третий момент – общая паника, когда все, казалось бы, знали, что вчера все было хорошо, а сегодня почему-то стало плохо. Так может мы как-то перенесем состояние из вчера-сегодня и пытаются это сделать разными способами, которые не помогают ситуации. И, соответственно, разводят панику, назовем это своими словами. Вот такие вот три компонента очень простые. Возможно, есть больше, кто-то скажет это более технично. Но в целом из этих трех компонентов строится вот такая вот сложная ситуация, которая зачастую перерастает в 65 часов. Можно бороться по-разному. Например, много работы можно решать много работой, то есть вырабатывая ее. Собственно, зачастую это естественный способ решения, потому что если не выходит договориться, снова проваливается тема предыдущего доклада, и, соответственно, не получается убрать эту ситуацию или хотя бы смягчить вот эту ситуацию, остается только много работ. К сожалению, наши реалии таковы, что вот в инженерном деле обычно, если нужно что-то сделать, оно само себя не сделает. Если только вы не пользуетесь каким-то сервисом сторонним, который сделает это за вас. Но в этом случае вот эта картина будет у них. Но ситуация останется той же. В целом, если ситуация устраивает, это возможно, ну, перенесите. Например, вот есть один интересный проект, и мы работаем там с Амазоном. Амазон можно. Так вот, и если бы у нас была бы подобная ситуация с ними, мы бы сказали, мы пользуемся вашими сервисами, разбирайтесь, и отходим в сторону. И теперь они должны грустить и паниковать. Но все равно так делать не нужно. Собственно, это марафон, когда есть много работы, но вам нужно его сделать к дедлайну, то есть на спринтерской дистанции. Поэтому это такое испытание. И на самом деле оно искажает. То есть что происходит? Обычно теряются многие позиции. Например, вот страшная история про меня. Я перестал ходить на вечерние всякие тренировки и заседания свои. Но в целом, что вам нужно сделать, как человеку, который попадает в подобную ситуацию? Тоже рецепт очень простой. Для того, чтобы вы могли продержаться, вам необходимо сохранять в первую очередь себя. Почему мы начали этот доклад с каких-то моментов, касающихся идеальной работы или близки к этому состоянию? Потому что для того, чтобы быть эффективным на некоторой, на долгой дистанции, вам необходимо быть, скажем так, сильным, здоровым и полным энергии. Соответственно, если вы начнете экономить свое рабочее время, чтобы его расширить на себе, то постепенно вы выйдете в такую ситуацию, что овертаймы, если говорить уже простыми словами, возьмут над вами верх. То есть вам необходимо сохранять все-таки свой сон для того, чтобы восстанавливаться, сохранять свое какое-то свободное время для того, чтобы иметь возможность восстановиться в том числе и ментально, морально, ну и в целом сохранять физическую активность. То есть для того, чтобы ваше тело и физические какие-то компоненты тоже не отставали, и вы могли продолжать быть счастливым, веселым, полноценным человеком, пусть который немножко занимается чем-то страшным. В целом можно создать свой уголок от всех вот этих вот моментов, нападающих на вас. Есть еще интересный компонент. Заведите себе хобби, если его нет, которое не связано никак с компьютером или работой. Так называемое аналоговое, потому что то, что можно потрогать или пощупать. Например, в детстве, к сожалению, невозможно восстановить эту хобби и привычку. Я клеил самолеты. Это прекрасное хобби, советую. И красил. В общем-то, не смещайте режим. Ну и в заключение. Я говорил, что он небольшой. В общем-то, если мы посмотрели на вот эти компоненты, на идеальный день, на то, как к нему можно стремиться и на то, что с нами может произойти, если мы сталкиваемся с экстренной работой, назовем это так, есть какие-то моменты, которые важны и которые нам необходимо соблюдать. В основном, это то, что касается нас самих. Чтобы мы не потерялись в этом, как я в свое время, и чтобы мы помнили о том, что мы являемся частью этой важной работы, потому что мы в первую очередь ее выполняем, потому что без нас некому будет. Обычно. Поэтому берегите себя. В целом, если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Спасибо вам. Вам дадут микрофон. Как минимум два микрофона уже. Хорошо. Хорошо. Хорошо, если ты привык работать под нагрузкой, нужен ли в таком случае отдых? Если тебе этот контакт не раздражает, и при этом ты не можешь позволить себе отдых, потому что она тебя наоборот раздражает. Ну, это очень интересный вопрос. Спасибо большое. И на него, с одной стороны, скажу так, несколько месяцев назад я бы на него сказал бы нет однозначного ответа. На самом деле, есть однозначные терапевтические показания, что вам нужно отдыхать до тех пор, пока вам нужен отдых. Что это значит? Это значит, что если вы чувствуете усталость, если вам тяжело, либо морально, либо физически, это не столь принципиально, потому что отдыхать можно по-разному тоже. Вам нужно отдыхать. То есть, если вы говорите, что вы работаете много, ну, опять-таки, сколько вы имеете в виду? Потому что для каждого человека это индивидуально. И, соответственно, если вы работаете для большинства или для среднего количества людей, считающегося повышенным количеством часов, но вам в этом состоянии комфортно, вы не устаете, и, что важно, не повышаете вот этот уровень хронической усталости, который постоянно или постепенно накапливается вот в таких вот ситуациях, это значит, что все хорошо. То есть, это просто вопрос индивидуального режима. Но отдых необходим. То есть, говорить о том, что вот он раздражает или еще что-то, это значит, что либо вы делаете это неправильно, что тоже интересный вопрос, либо в целом, скажем так, переотдыхаете, что тоже очень интересный вопрос, потому что если вы переотдыхаете, как вы говорите о том, что вы работаете повышенное количество, в общем, В общем, очень интересный вопрос, но в целом отдых нужен, если вам комфортно и вы не чувствуете накапливание усталости, значит все хорошо. Спасибо большое, интересный доклад. Поделитесь, пожалуйста, вы используете какие-то техники для увеличения производительности? То есть, я знаю, есть Pomodoro таймер. Да, спасибо большое за вопрос. Когда вы начали спрашивать про техники, я хотел вам сказать, что вы знаете, несколько месяцев назад я начинал пользоваться Pomodoro, но потом пришлось работать по 16 часов и стало тяжело. Но в целом я вам скажу так, что это очень полезно с точки зрения вот этих вот ранжирования и перерывов. То есть, я больше стараюсь вот в таких вот моментах заниматься тем, что два подхода. Первый подход, когда есть какая-то задача, которая, скажем так, поверхностная, то там, в общем-то, идут какие-то смены фокуса внимания, то есть то, что я говорил, можно подойти к окну и подумать. Потому что зачастую, вот, к счастью, вот, несмотря на то, что проект у нас очень технический и нужно писать кода много и все нужно делать много, вот, к счастью, не все задачи делаются перед монитором. То есть, можно что-то делать вне его. Вот. Второй момент, когда задача, наоборот, требует погружения, вот, то есть, можно устроить для себя какой-то, условно говоря, полуторачасовой спринт, погрузиться в него. Или двухчасовой, или трехчасовой, как кому комфортно. Но после него вам нужен выход на поверхность. Знаете, когда вы ныряете глубоко, вы как ныряльщик должны потом немножко выпрыгнуть, немножко вдохнуть воздуха. Соответственно, получить какой-то соответствующий момент восстановления. При этом, это отдых уже может быть не, как я говорил, разной степени отдыха. Но есть отдых, когда вы знаете, отдых, когда вы не делаете ничего, причем буквально ничего. Для чего это полезно? Во-первых, это полезно для того, чтобы вы снимаете напряжение статическое, которое могло у нас сохраниться. Я предполагаю, что вы тоже относитесь к технологическим каким-то моментам. То есть, статический отдых, когда вы снимаете некоторое напряжение мышечное, не только физическая активность. Второй момент, когда вы минимизируете или прекращаете в целом, закрытыми глазами, если полежать, когда вы прекращаете какой-то информационный поток к вам. И, соответственно, восстанавливаетесь и имеете некоторые эмоциональные силы на дальнейшую работу впоследствии. Вот так. Спасибо. Как много вопросов. Я хотел поделиться своим опытом. Я на каждый рабочий день последние полчаса забронировал до конца этого года. Просто на те мелкие дела, для того, чтобы, как вы говорите, не отвлекали перед уходом. Мне нужно просто ребенка забирать из садика. Поэтому у меня последние полчаса не забронировали в календаре. Мне нельзя там... Вот видите, это работает. Это не шутки. Это работает. Ну, это ображается везде статус, если там он синхронизирован. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов вы планируете нагрузку свою на спринт? Если вы должны работать 100% времени, сколько вы планируете? И как это по факту отображается? То есть, например, запланировали на 80%, а по факту все равно 120%. Это очень интересный вопрос. Особенно он будет актуален тем, что я вам скажу страшную историю. Я специально пытался обойти всякие технические моменты по поводу джир-спринтов. Но вы спросили, я отвечу. Так вот, чтобы вы знали, перед релизом и когда это все закончилось, у нас спринт длился 2 месяца, хотя должны были быть 2 недели. И тратили мы его на изначально того двухнедельного спринта планирование. Ну, планировали где-то процентов как раз 80. Ну, посчитайте, сколько получилось. То есть, чтобы вы понимали. То есть, если это регулярная работа, то есть, или что-то с небольшими овертаймами. То есть, когда иногда нужно посидеть там в выходной какой-то условно. Там раз в квартал условный. В принципе, для нас сейчас это воспринимается почти как норма. Ну, это ей, к сожалению, не является объективно. Тем не менее, в принципе, вот те проценты, о которых вы говорили, было где-то вот так вот. Мы хорошо справляемся. Называется это так. Но вот на практике получилось так, что они все были выброшены в итоге. Потому что вы знаете, что к черту эти все модные техники. Давайте по waterfall, потому что нам нужно сделать это нечто завершенным. Ну, get things done. Да. В общем-то, вот так. Спасибо. Да, мне микрофон, я могу сказать. Да, да, да. Большое спасибо за ваш доклад и пережитый опыт. Вот, если можно это осветить. Как долго вы находились в рамках вот такой? Три месяца. То есть, ваша команда разработчиков, да? Да, вся инженерная команда, за исключением некоторых промежутков и просветлений со стороны фронта. Потому что у нас глубоко, назовем это модными словами, глубоко технический проект с использующей современной технологией. Blockchain. Но на самом деле, вот, по сути дела, да, три месяца. Три месяца. А были последствия? Что вы имеете в виду под последствиями, пожалуйста? Физиологически. Физиологически. Все-таки люди. Ну, люди. Человек один из нас, ну, не ушел, к счастью, в запой, но два дня его не было возможности достать. Другой человек из команды начал сильно грустить. Вот, я, к сожалению, завязал с вечерними танцами. И, соответственно, это тоже сказалось на физической форме, потому что потерял некоторые элементы этого. Понятно. И вот продолжай. Не то, что я хочу как-то осудить ДТА-арт. Не-не-не, пожалуйста. Я там специально. Все это было глубоко добровольно, потому что Никита любит помогать. Назовем это так. Тогда в вашем проекте много Никит получает? Нет, 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 нет. Подручаясь к первому слайду. Докладчика зовут Никита. Ладно. Ну, если то тоже вы можете сказать, вот как предыдущий докладчик сказал, что компания ценит людей. Ценит. Компания видела, в каком состоянии ваша команда, ну, рано или поздно. Ну, или это вынужденная необходимость. Это была вынужденная необходимость. Я шутил, но я горько шутил, когда говорил, что потому что не справились по теме предыдущего доклада, когда говорил о софт-скиллах. Потому что ситуация заключалась в том, что клиент не был техническим специалистом, но при этом он очень требовал много функциональных требований. А так как он не был технически подкован, не было понимания о, скажем так, нефункциональных требованиях. Я расскажу, вот, выжимка из диалога, которая не значит ничего. Встречается человек от нашей компании, тот, который должен договариваться как раз о сроках, проектах и всем таком, с человеком из их компании, в скобочках, заказчик. И, соответственно, наш человек говорит заказчику, заказчик, ты же понимаешь, что это серьезные модные технологии, распределенные блокчейн. И, соответственно, требования какие-то синхронизации сети, все вот эти вот моменты, заказчик кивает головой. Да-да, миллисекунды же, да? То есть происходит совершенно радикальное непонимание основ, и за счет этого, ну, и с некоторой долей упертости со стороны заказчика. И все это вместе порождает интересный коктейль. То есть мы не нашлись ни в какой период времени для того, чтобы обманывать или водить за нос, и впихивать функциональные функциональности, нефункциональные, хотя, возможно, следовало, уже говоря так вот, задним числом. И, соответственно, мы столкнулись с тем, с чем столкнулись. Но в целом, вот так вот. Спасибо. Да? Спасибо за интересный доклад. Я, честно говоря, боялся, что вы начнете рассказывать о продуктивности, о том, как свой восьмичасовой рабочий день ужать до шести. Да не дай бог. И в результате получить еще два часа работы сверху? Нет. Там четыре должно быть по процентам. Четыре с половиной. Шестьдесят пять же, не шестьдесят. Да, да. Спасибо вам за это огромное. А вопрос, на самом деле, такой. Верите ли вы в выгорание? И как лично вы с этим боретесь? Сменой проектов, сменой ролей? Ну, верю. Я с ним даже столкнулся как раз в этой ситуации. Но, что характерно, столкнулся до того, как случился кризис. Я просто себя потерял, потому что у меня складывалось впечатление, что в проекте все как-то происходит очень хорошо и все самостоятельно. То есть, я рассказывал о том, что там есть какие-то минусы. Мне говорят, нет, нет, все хорошо. И, соответственно, мы, скорее всего, пришли к той ситуации, что на чьи-то слова кто-то не обращал внимания. Но в итоге потом стало не до этой ситуации. То есть, с точки зрения выгорания, вот если поговорить об этой теме отдельно, и как из этого вернуться, ну, непросто. То есть, я попытался и, скорее, успешно вернуться в жизнь, конкретно в этот проект, каким-то дополнением себя. Потому что заходил я в него как исключительно технический специалист. Ну, разработчик. Вот это вот все блокчейн. И, в принципе, закончилось это все с тем, что мы, в общем-то, стали командой, которая посвящена и напрямую работает с заказчиком. И, по сути дела, так уж получилось, само вышло, что мне довелось стать человеком, который не только пишет код. Я все еще пишу код, я это все еще люблю. Но именно занимается какими-то организационными моментами и понимает, и планирует, что же нам нужно сделать для того, чтобы все было не так страшно. Как-то так. То есть, в принципе, можно кратко ответить, как расширение ролей плюс некоторая смена парадигмы в команде. Серьезные какие-то страшные слова. Да, там я видел руку. Если это еще актуальная рука, да, пожалуйста. Спасибо, Никита, за содержательный доклад. Реально. Есть такой вопрос. Вот вы говорили, что, да, надо устраивать себе режим сна, чтобы не накапливать усталость. Режим отдыха среди работы, то есть каждый час, допустим. Ну, какой-то себе режим. Кому-то индивидуально. В целом обычно каждый час. У меня есть коллега, которого я раньше, честно, не понимал, потому что он ходит пить кофе каждые полтора часа по 15 минут. Я думаю, как он много так тратит время на кофе? Но в итоге он-то работает эффективнее и дольше. Вот. А еще вопрос. А насчет отпуска. Насколько это эффективно? Насколько легко потом с отпуска вернуться и встать в строй? Я 10 не был в отпуске. Вам нужно, вкратце. Простите за такую вот беспродонность. Но в целом отпуск тоже очень интересный момент, потому что это вот такой вот сезон отдыха, но в большем масштабе. Потому что если вы посмотрите, как устроен человек, в целом мы все более или менее цикличны. Каждый день нам желательно спать. Обычно к концу рабочей недели, то есть то, что у нас считается традиционной календарной неделей или с понедельника по воскресенье, мы начинаем чувствовать социальное давление в том, что пора отдыхать, ну или в целом приближение выходных, что называется, или усталость легкую собственную. У нас случается следующий цикл, когда у нас ежедневный отдых, еженедельный отдых, ежемесячный отдых. Это тоже спорная тема. Можно устраивать себе мини-отпуск, когда вы можете, например, целые выходные плюс один-два дня захватить и куда-то поехать. Не у всех, к сожалению, получается. Я мечтаю и не могу. Но в целом, когда вы можете себе устроить какой-то такой момент, и следующее, это сезонный или годовой период, и это уже об отпуске. В целом, это уже даже не мои слова психотерапевтов, потому что тема важная. Тема важная. В целом, опять-таки, это тоже несколько индивидуально, и если говорить то, что у нас по этим ГОСТам, или что у нас по Трудовому кодексу, по Трудовому кодексу то, что у нас устанавливается, 20 календарных дней или 21, 28, сколько бы там их ни было, в целом, это индивидуально как их распределять, но их желательно тратить в том плане, что это тоже дает вам отпуск. То есть вы можете, например, отдыхать каждые 3 месяца по недельке, если компания позволяет, или в целом работа. Или два раза, например, осенью-весной, летом-зимой, когда вам нравится больше, по 2 недели. Например, у моих коллег из России зимой получают собственный отпуск. Или в целом, когда вы целый месяц отдыхаете. Я, например, себе бы места не находил, но на самом деле за месячный отпуск вы восстанавливаетесь настолько, что вы начинаете терять какие-то навыки, если не занимаетесь домашней работой, именно технической какой-то, что вы приходите на работу, и вы почти как новый сотрудник, вам почти работа как новая. И у вас есть легкое опасение, например, у меня на каждое утро, что вы придете на работу и будете что-то не знать, или что-то забудете. Но на самом деле, даже если объективно какой-то процент хватки практики потеряется, в чем я сомневаюсь, месяц это не так уж и много на самом деле, но при этом заряд или желание работать, потому что отдыхать в конце надоест, секрет, желание работать, он, скажем так, пересилит те проценты. То есть если кратко ответить, не моими словами, а психотерапевтов, отдыхать нужно как индивидуально. Спасибо. Ну как вы сейчас ответили, но по сути после отдыха, как правило, да, желание возникает работать, естественно, вырастает. Но как правило, это желание пропадает буквально через неделю. А это уже вопрос такого момента, как такое вот страшное слово, оно, по-моему, даже было в превью работы, как гигиена труда. Что это значит? Это значит, что вы не бросаетесь на какую-то новую задачу и решаете потом ее 15 часов подряд. Потому что устали же, соскучились, это как любимая работа. Но в целом, когда вы входите в режим, потому что человек цикличен, и еще один страшный момент, человек, существо живое, соответственно, тоже поддается каким-то моментам, как привычка. Соответственно, если вы привыкнете, что вам нравится работать, вы не поверите, вам будет нравиться работать. Вот такой вот момент. Ну и в целом, как не потерять, это уже момент, касающийся, отвечая на ваш вопрос, наконец-то. И как не потерять? Очень интересный ответ заключается в том, что, и банальный на самом деле, одновременно. Найдите нечто такое или разнообразьте работу таким образом, чтобы она приносила вам некоторые моменты удовольствия. Это можно делать по-разному. Можно геймифицировать, можно заводить списки. Например, я люблю, когда ставлю галочки. Для меня это работает прекрасно. Или вычеркиваю, это вообще супер. То есть, вот такие моменты. Или моменты геймификации и награждения, когда вы понимаете, что, ага, так, Павлов сделал эксперимент, смогу и я. И за каждую выполненную задачу даете себе конфет, условно. И, соответственно, тоже приводите себя к конфетам. Ну, вот такие вот моменты. Никита, здравствуйте. У меня открыл вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, кто у вас на проекте или в команде трека этого горания? Какое-то время этим пытался заниматься TeamLead. Потом, когда понял, что уже поздно, мы попросили у компании на полставки психотерапевта, но нам не выдали. Это серьезно. Это есть в нотариально заверенных скриншотах из Скайпа. Серьезно? Мы просили, нам не дали, да. Вот. Просто у вас тема доклада была 65... Сколько там? 65, да. 65 часов рабочая неделя, да? Да. Ну, получается, если есть овертаймы, то, соответственно, как-то было капасти команды неправильно рассчитано. Либо был проблемный заказчик, либо были смещены дедуайны. Ну, вот некоторая совокупность из этого всего. То есть, еще раз повторяюсь, вот скажу, что случилась такая ситуация, что некоторая упертость клиента плюс непонимание ключевых моментов превратилась в это. Понятно. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Тогда приезжайте. Да. Я там увидел что-то красное, что-то очень красивое, наверное. Наверное. А что это? Зачем мне смотреть? Пожалуйста. Спасибо за интересные вопросы. Спасибо вам, что вы пришли. Если у вас есть еще какие-то вопросы, следите. Вы можете их задать. Я даже готов постоять немножко. Мне нравится стоять за тумбой. После рабочего дня? После рабочего дня, абсолютно. Добровольно. Спасибо большое. Спасибо.